АПЛОДИСМЕНТЫ Новинка сезона! Арфы нет! Возьмите бубен! От винта! Когда летом на развете заглянул в соседний сад, Там с муглянком молдаванка собирает виноград. Леонид Быков заслуженный артист РСФСР. Народный артист Украинской ССР. Откуда и происходил родом. В его творческой биографии не наберется и трех десятков актерских ролей. Плюс работы по озвучанию картины. Семь фильмов, которые Быков срежиссировал, и еще четыре, к которым написал сценарии. Но чуть ли не каждая кинолента, в титрах которой значилось имя Леонида Федоровича, приобрела всесоюзную популярность и становилась советской классикой. Легендарный советский актер, режиссер и сценарист Леонид Быков родился в деревушке Знаменки, что в Донецкой области. А родители Федор Иванович и Зинаида Панкратовна – потомственные рабочие. Когда мальчику было 10 лет, семья перебралась в поселок Прокатчиков на окраине Краматорска, где и вырос Леонид. Несмотря на то, что на сцену местного дворца культуры Быков начал выходить еще подростком, главной мечтой будущего актера было стать летчиком. В 1943 году, пририсовав в анкете пару дополнительных лет, Быков пробует поступить в школу военных летчиков, но обман раскрылся и юношу не приняли. Через два года Леонид повторно повторил попытку. Был зачислен во вторую ленинградскую спецшколу для летчиков, но еще до начала учебы перестал быть курсантом, так как с окончанием войны учебное заведение расформировали. Тогда Быков вернулся к детскому увлечению театром и подал документы в Киевский государственный институт театрального искусства. Но и там его ждал отказ, вероятно, по причине маленького роста. Стать студентом актерского факультета Леониду удалось только в Харьковском театральном институте, по окончании которого он 9 лет выходил на сцену Харьковского академического украинского театра имени Шевченко. Дебютной и сразу очень яркой была роль Стиляги в комедии «Улица Трех Соловьев-17». В 1960 году Леонид Федорович переезжает в Ленинград по приглашению студии «Ленфильм», где восходит его звезда как киноактера. В последний год 60-х он соглашается сменить обстановку и уезжает в столицу Украины. Там становится ведущим актером и режиссером киностудии имени Довженко, а также пишет сценарии для сатирического киножурнала «Фитиль». Сам Быков по воспоминаниям дочери впоследствии смену киностудии посчитал большой ошибкой, так как морально не чувствовал себя в своем коллективе из-за прямолинейности характера и открытого высказывания собственного мнения. Практически вся фильмография Леонида Быкова входит в золотой фон советского кинематографа. Его дебют состоялся в производстве мелодраме «Судьба Марины», а затем последовали искрометной комедии «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». «Да правильно, мать говорит, уходи. Уходи из цирка, Лена. Вот так. Но сегодня тигр вырвался, а завтра слон на ногу на слюк. Точно. Знаешь, это только в старое время так было. Ну, если отец, мать, цирка че, так ребенку одна дорога на манер». Сменить комедийное амплуа помогли роли в «Майских звездах», «Чужой родне» и экранизации романа Юрия Германа «Дорогой мой человек». В 1958 году Алексей Баталов пригласил Быкова в «Шинель» по произведению Николая Гоголя. О таком масштабе актер даже и не мечтал, но так и не сыграл. Главная роль прославила тогда Орлана Быкова, а Леонида на съемки не отпустили в театре. Очень высоко была оценена военная киноповесть «Добровольцы», представлявшая собой эпопею в стихах о жизни комсомольцев, в том числе героя Быкова Алеши Акишина. Еще большую известность ему принесла картина «Алешкина любовь», в которой он продемонстрировал талант актера-романтика, создав образ интеллигентного, наивного геолога с душой влюбленного Ромео. «А тебе чего?» «Мне? Водички». «Тоже душа горит?» «Нет, у нас машина там». «Колодец направо, ведро можешь оставить там». «Спасибо». В 1964 году Быков пробует себя в режиссуре. Первый опыт на этом поприще – короткометражка «Как веревочка не вьется», созданная в Тандеве с Гербертом Рапопортом. Ленту не заметили ни зрители, ни критики, но это авторы не остановило. В комедии «Зайчик» он смог объединить легкость развлекательного жанра с философскими вопросами о нравственности и порядочности, таким образом создав очень сильную кинокартину. «Ну, как настроение?» «Да так как-то неуютно». «Мне тоже». «Из-за премьеры?» «Не только». «Ну почему вы позволяете на себя так кричать?» «А у меня, Наташа, на это никто не спрашивает позволений. Есть кто кричит, есть на кого кричат. Ну, я, очевидно, из тех, на кого». Самый большой успех Леонида Быкова ожидал в 70-е годы. Сначала на весь Советский Союз прогремела военная драма «В бой идут одни старики», снятая по его собственному сценарию. А позднее еще одна военная лента «Аты-баты шли солдаты». Для многих современных зрителей Быков ассоциируется именно с ролями, командира эскадрильи Титаренко по прозвищу «Маэстро» и эфрейтера Виктора Святкина с позывным «Сват». «Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается». Эти две знаменитые картины Быкова вышли на экране с разницей в три года и стали последними фильмами, вышедшими при жизни артиста. Стариков автор представил на кинофестивале в Баку. Жюри присудило фильму первый приз, равно как и Калини Красной Василия Шикшуна. Леонид лично отказался от премии в пользу коллеги, которого он тогда не знал. С тех пор режиссеры стали друзьями, не разлей вода. Леонид сам проводил отбор актеров, причем делал это деликатно, чтобы не оскорбить людей. Он настоял на участии в картине Алексея Смирнова, поскольку по сыновнему очень любил старшего товарища. Актер, снявшийся в роли авиамеханика Михайловича, ушел из жизни в мае 1979-го, не пережив известия о гибели Быкова. Как и другие актеры, Леонид Федорович самостоятельно исполнял песни в фильмах. В силу стилистических особенностей советского периода, песни и вокальной партии присутствовали почти в каждом фильме. Кроме того, военная драма «В бой идут одни старики», которая стала самой популярной картиной Быкова, снята как музыкальный фильм, поэтому недостатков его песни в главной киноленте не было. Музыкальный формат картины грамотно сплетен со сценарием. Быков сыграл роль капитана эскадрильи, которую прозвали «Поющий». В 1978 году Леонид Федорович начал снимать первый фантастический фильм «Пришелец» по поиске Евгения Шадько «Пришелец-73», в который должен был сыграть инопланетянина Глоуза. Детей хоть бы постеснялся в окна лазить. Я благодарен проведению, которое дарывало мне мучительное счастье видеть вас ночами. Ну, насчет ночей лучше не заикайся. Да, отныне моя жалкая судьба в ваших руках. У моих, моих. И ложись. А это обязательно? Нет. Я тысячи лет мечтал об этом. Быть рядом с вами, гулять в зеленом поле с этими прелестными животными с рожками. Хватит Ваньку-то валять. Ложись. Если вы настаиваете. Уже была смонтирована часть материала и даже продемонстрирована кинокритиком. Но из-за трагических событий съемки заканчивались режиссером Борисом Ивченко, сменившим весь актерский состав. Фильм вышел под названием «Звездная командировка» и особого успеха не имел. Леонид Быков был не только талантливым актером и режиссером, но и человеком редких душевных качеств. Очень порядочный, добрый, где-то наивный. Он никогда не шел на сделку с совестью, даже если это грозило ему серьезными неприятностями. В отличие от большинства коллег по цеху, Леонид любил только одну женщину, свою жену, Тамару Кравченко, хотя поклонниц у него было в избытке. Они познакомились еще будучи студентами театрального института и уже не расставались. В браке родились двое детей – сын Лесь и дочь Марьяна. Тамара вскоре отказалась от актерской карьеры, решил быть просто женой и матерью. Дочь Марьяна вспоминает ленинградский период жизни семьи как самой счастливой. Да, у ее отца случались творческие неудачи, и первый инфаркт он получил после провала своего зайчика. Но родители тогда были достаточно молоды и надеялись на лучшее будущее. По возвращении в Украину оптимизм быстро закончился. Быков оказался не у дел. Семью с двумя детьми поселили в общежитии, хотя до переезда обещали Леониду золотые горы. Актер, который никогда для себя ничего не просил, был вынужден добиваться жилья ради семьи. На самой киностудии для Леонида кабинета не нашлось. Он устроил себе рабочее место в коридоре. Там, в продавленном от старости кресле, под многострадальной пальмой, от чьей грунт курильщики тушили окурки, Быков проработал пять лет. Только перед выходом на экран «В бой тут одни старики» руководство студии распорядилось, наконец, выделить ему крошечную коморку под кабинет. Долгий простой в работе и враждебная атмосфера вокруг актера не могли не отразиться на его здоровье. А то, что случилось с сыном Лесям, окончательно подорвало силы Леонида. Лесь ушел в армию, причем попал в десантные войска, именно туда, куда хотел. Для этого нужно было иметь отличное здоровье, что и подтвердили несколько медкомиссий. Год он благополучно служил, а потом что-то пошло не так. Леся признали душевнобольным и отправили на принудительное лечение в закрытую клинику. Быков сделал все, чтобы помочь сыну, но жизнь парня была непоправимо искалечена. С диагнозом шизофрения невозможно было устроиться даже на самую простую работу. Впоследствии, по словам Марьяны, Лесь сбежит в Австрию, и только там независимая психиатрическая экспертиза признает его диагноз недействительным. По словам Марьяны, власть сломала судьбу молодому и вполне здоровому парню, чтобы хоть как-то достать знаменитого актера и режиссера, который не боялся партийной номенклатуры и говорил правду в глаза. В настоящее время Лесь Быков проживает в Канаде с женой и четырьмя сыновьями и живет по завещанному быковым принципу. Ничего не проси, не своди счетов, не унижайся. Люби людей и цени жизнь. Самое ценное, что существует в природе. И хотя спидометр постоянно отсчитывает расстояние к смерти, все-таки жизнь – это чудо. С болью и радостью, с горем и счастьем. Человек просто обязан прожить ее достойно. Марьяне с матерью 8 лет пришлось переезжать с места на место. В итоге женщины обосновались в Киеве. Дочь Быкова устроилась редактором на студии Довженко. Вдова Быкова Тамара Константиновна умерла в 2010 году. К 50 годам Леонид перенес уже три инфаркта. Любой стресс мог оказаться для актера последним. Но судьба приготовила ему другой конец. 11 апреля 1979 года Леонид Быков возвращался с дачи на машине, недавно купленной «Белой Волги». И на трассе Минск-Киев возле поселка Дымир попал в автомобильную катастрофу. Актер хотел обогнать ехавший перед ним трактор и выехал на встречную полосу. Влетел в грузовик. Полученные при столкновении травмы и стали причиной смерти. Судя по жуткому фото с места аварии, спастись шансов не было. По факту ДТП проводилось тщательное расследование. Молодой водитель грузовика ГАЗ-53, с которым столкнулся актер, даже готовился отправиться в тюрьму. Но следствие установило, что он невиновен. Также рассматривались теории, что Быков ввел автомобиль пьяным или что у актера начались проблемы с сердцем. Но следственные эксперименты и проверки показали, что Леонид был трезвым и здоров, и до последних мгновений нажимал на тормоз. Вокруг смерти Быкова было множество слухов. В частности, что с актером свели счеты. Но судмедэкспертиза остановила, что ни злого умысла, ни самоубийства не было. Произошел несчастный случай по вине самого Леонида Федоровича. Еще одна трагедия случилась после его смерти. Актер Алексей Смирнов, накануне своей выписки из больницы, узнавший о гибели единственного друга, скончался от сердечного приступа. Из-за проблем с сердцем Смирнов провел в больнице полгода. А согласно просьбе Быкова, которую он выразил письменно за три года до трагедии, его скромно похоронили в присутствии ближайших родственников и друзей на Байковом кладбище. Прощания в доме кино актер не хотел. Леонид Быков оставил завещание, адресованное друзьям, следующего содержания. Пусть кто-то один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого дырболызните, кто сколько сможет. А потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку. От начала и до конца. Похороны прошли по этому сценарию, который оставил актер. Леонид Быков также просил родственников не выставлять гров в союзе кинематографистов и не устраивать массовое прощание. А позвать только друзей и близких. Поэтому на траурную церемонию пригласили только узкий круг друзей и коллег. А актеры, игравшие с Леонидом Быковом в картине «В бой идут и не старики», сквозь слезы исполнили его любимую песню. Могила Леонида Быкова находится на Байковом кладбище в Киеве, участок номер 33. Память о большом вкладе Быкова в искусство и культуру в родном городе актера в Краматорске был установлен бронзовый бюст. В Киеве память к Леониду Быкову поставили в образе маэстро из фильмов «В бой идут и не старики», присевшего на крыло собственного самолета. Также в столице Украины именем актера назван бульвар. Субтитры создавал DimaTorzok